привет меня зовут олег и это яркий фотомаркет сегодня у нас в тесте цифровая беззеркальная среднеформатная камера fuji gfx 100 с вообще-то камера анонсирована в начале 21 года и в сети уже много обзоров и тестов поэтому сегодня мы не будем глубоко погружаться в спецификацию разбирать эргономику камеры я хочу протестировать камеру в реальных условиях и проверить некоторые утверждения мифы в лабораторных тестах в условиях студии в первую очередь мне интересно протестировать возможности сенсора этой камеры средний формат 100 мегапикселей показать как она снимает в реальных условиях и пощупать ту самую магию среднего формата одна из функций которая делает эту камеру уникально это пиксель-шифт конечно он есть и в других фотоаппаратах но fuji делает это по-особенному камера делает 16 снимков и сдвигает матрицу не на один пиксель как другие производители а на пол пикселя что позволяет получить результирующую картинку ваш в 400 мегапикселей и понятное дело что эта технология нормально работает только если камера неподвижна модель неподвижна короче говоря это предметка натюрморты и съемка со штатива камера на штативе и первую картинку мы сделаем просто в обычном режиме один кадр 100 мегапикселей чтоб потом сравнить с пиксель-шифтом давайте попробуем у нас классный надежный штатив manfrotto не какой-нибудь там включаем ручной фокус и при повороте кольца фокусировки камера нам помогает увеличивает часть кадра и мы можем вестись обратите внимание что я очень аккуратно и плавно поворачиваю колечко но при этом все трясется и дрожит вот вроде бы так в резкости пиксель-шифт сдвигает матрицу на пол пикселя даже небольшое дрожание камеры или объекта ну как бы сводит на нет все преимущества этой технологии смотрите то есть даже просто если дунуть на объектив камеру уже начинает держать и трястись таким образом если вы пытаетесь делать предметную фотографию с технологией пиксель-шифт а за окном едет грузовик ну или просто соседский код это за этажом выше сильно топает скорее всего вас ничего не получится камера должна быть прибита к полу или забетонированного него поставим отложенный спуск 2 секунды чтобы камера не дернулась в момент нажатия и первый кадр мы сделаем обычный обратите внимание как долго записывать фотография сейчас у меня стоит рав 16 бит сжатие без потерь это около 100 мегабайт но дело конечно не столько в камере сколько в моей старой sd карточки которая не рассчитана на такие испытания ну что же а теперь попробуем включим пиксель-шифт и здесь есть несколько вариантов во первых можно сделать 16 кадров так быстро как только может камера можно задать паузу между ними вплоть до 15 секунд это значит что эту технологию можно использовать совместно с импульсным светом то есть ставите скажем 5 секунд или 2 секунды и ваша вспышка гарантированно успеет перезарядиться но вы видели как долго записывается фотография на мою карту памяти поэтому я поставлю 5 секунд задержку между снимками нажимаем камера посоветовал нам использовать штатив спасибо поехали 16 снимков на 5 секунд это полторы минуты и 1 и 6 гигабайта на карте памяти само собой что склеить такую огромную фотографию камера сама не сможет и делать это придется в специальной программе которую можно скачать сайта fuji и так перед нами fuji film pixel shift combiner давайте попробуем склеим нашу серию в одно итоговое изображение добавляем в программу и нажимаем run ждем completed но мы видим какое-то сообщение об ошибке скорее всего в процессе съемки что-то пошло не так или я дышал слишком сильно или за окном проехал автомобиль в общем штатив нас никак не спас мы видим сообщение defect detected но папки с исходными файлами появилось итоговое изображение с расширением dng весом 1 и 25 гигабайт давайте попробуем посмотреть на него в capture one так вот наш файлик capture one его подтягивает делает превьюшки конечно нам хочется посмотреть на него большом масштабе куда-то сюда мы фокусировались делаем стопроцентное приближение и ждем intel core i5 3570 четырех ядерный процессор 16 гигабайт оперативной памяти и всего этого недостаточно для работы потому что capture все еще ну все готовы при максимальном приближении видно что особенно светлых частях изображен давайте дадим ему еще время вот на светлых частях изображения появились какие-то цветные артефакты маленькие разноцветные точки видимо это и есть вот этот эффект от несовпадения двух изображений это значит у нас стопроцентный зум от 400 мегапиксельного изображения вот это вот у нас обычная 100 мегапиксельная картинка и вот стопроцентный зум снял это значит 100 мегапикселей это 400 100 это 400 вот такие да да я кстати пытался ее экспортировать в jpeg чтоб вам на видео показать стопроцентный кроп но в процессе компьютер выдал ошибку out of memory судя по всему 16 гигабайт недостаточно для работы с такими файлами мы протестировали пиксель shift функция интересная дошла что она уникальная потому что другие камеры тоже склеивают но вот итоговое изображение в 400 мегапикселей это именно фишка камеры fuji мы вроде бы сделали все как нужно камера стояла на штативе мы снимали неподвижный объект но тем не менее во время склики все равно вылезла какая-то ошибка вроде бы итоговый файл мы получили изображение у нас есть но непонятно в общем есть нюансы есть тонкости и работает это не так просто как кажется на первый взгляд а сейчас мы протестируем камеру на динамический диапазон камера вышла полгода назад даже больше кучу обзоров поснимали на нее уже всех кому не лень и все говорят про динамический диапазон примерно в таком ключе что по моим ощущениям динамический диапазон хороший гораздо больше чем на полном кадре процентов на 40 на общем как это померить цифрами мне сложно представить но мы попробуем сделаем такой более или менее лабораторный тест в студийных условиях у нас вот есть контрастный сюжет где перепад мы сейчас померили около семи ступеней 12 и 3 его самым самые светлые точки на манекене в самой темной точке 7 его тень в самой темной точке 5 то есть 12 7 и 5 разброс получается 7 ступеней экспозиции довольно контрастный сюжет у нас и так что мы сделаем сейчас мы сделаем один и тот же кадр один пересвеченный чтобы посмотреть как у нас вытягиваются пересветы в данном случае я хочу примерно три ступени перри экспозиции потому что пересветы обычно хуже всего вот если посмотрим на экспонометр то ну вот так даже чуть побольше пусть будет это примерно пересвет на три ступени раз второй кадр мы проверим как тянутся тени тени обычно вытягиваются у всех цифровых камер гораздо лучше поэтому самая темная часть кадра у нас вот здесь вот и она недоэкспонирована больше чем на пять ступеней и отлично так и конечно мне хочется посмотреть какие преимущества нам дает 16 бит мира в которого нет в других камерах посмотрим это у нас был без сжатия без потерь 14 бит а мы поставим 16 бит и сделаем абсолютно то же самое сначала недоэкспонированный кадр а потом опять поставим 1 60 теперь переэкспонированный конечно вам интересно сравнить средний формат современный полно кадровый без зеркалка у нас тут nikon z7 и мы сделаем абсолютно такой же тест nikon z7 на снимает в raw максимум это 14 бит мы сделаем то же самое сначала сделаем мы здесь не будем чего измерять мы просто поставим такие же параметры экспозиции 1 60 f4 iso 100 это у нас примерно на три ступени пересвеченная картинка так а второй кадр у нас будет недоэкспонированный на 1 800 так вот наши фотографии когда мы сняли первый раз я все переписал на компьютер то обнаружил что кадры с фуджи были нерезки вообще-то для динамического диапазона это не то чтобы очень важно но все-таки решил все переделать чтобы было красиво вот четыре кадра с фуджи поставим зеленые метки а вот четыре кадра с никона поставим красные значки почему 4 потому что я потом еще решил снять теста с никоном на и со 64 потому что за всем может снимать на таком и со чем ниже и со тем меньше шумов и тем выше динамический диапазон в общем чтобы было по честным так ну и для начала сравним наши пересвеченные картинки когда я второй вариант снимал тут уже пересвет больше чем три ступени тут уже почти что 4 сверху у нас пересвеченный фуджи на четыре ступени снизу и пересвеченный никона и со 100 так заходим управление экспозиции и выбираем сам и точно такую же манипуляцию делаем смотрим что видно что разница есть у никона пересвечена вся вот эта щека и и область вокруг глаза фуджи нос пересвечен под глазом немного пересвечена но вот эта щека здесь есть детализация в общем первый тест который я снял который был нерезкий где было минус три ступени фуджи там был практически без пересветов вот никон был точно также выбит то есть три ступени из пересвета фуджи вытягивает четыре ступени уже начинаются такие белые пятна никон но я думаю что где-то одну-две ступени может вытянуть из пересветов так но хорошо а если никон на iso 64 вот он и вот этот делаем с никоном такую же коррекцию в минус ну и на самом деле разница здесь так на глаз вообще-то не видно и со 100 из 64 разница там одна треть ступени и ну практической разницы здесь увидеть невозможно пример тоже самое так теперь посмотрим недоэкспонированное изображение вот у нас fuji 16 бит вот у нас nikon а да кстати прежде чем проверять недосвеченные картинки я вот что сделаю я выделю вообще все изображения и отключу все лошайзеры связанные с резкостью и шумами вот теперь теста с недосвеченными картинками будет смотреть интереснее так сверху на зелененький fuji снизу это красненький никон управление экспозицией плюс четыре ступени здесь и то же самое сделаем с fuji ну и нас теперь интересует темная сторона теневая сторона что мы видим что и там и там у нас восстановилась информация то есть исчезли черные пятна появилась детализация но у никона кроме детализации появились еще и цветные шума вот здесь очень хорошо то есть подогнать похожий масштаб ну где-то вот так да шумы здесь очевидно есть детализация есть но вместе с ней шума вот у fuji нету даже намек на шумы если учесть что это аж плюс четыре ступени но больше капчуран просто нельзя его результат вообще-то очень хороший посмотрите картинка идеально гладкая вообще даже без намека на шум я бы сказал но и для справедливости мы сюда же добавим никон на и со 64 опять же разницы не слишком значительно шумы тоже присутствует ну вроде бы их чуть поменьше ну конечно с уже не сравнить так в общем по всем параметрам динамического диапазона fuji выигрывает уверенно усри у полнокадровых цифровых беззеркальных камер никон делает все таки одни из лучших матриц по динамическому диапазону и поэтому я думаю что с остальными производителями ситуация будет примерно такая же у нас есть еще fuji 14 бит то что увидели это 16 битные картинки давайте посмотрим будет ли 14 бит сейчас у нас для сравнения два кадра fuji справа это 16 битная картинка слева это 14 битная картинка недосвеченная копируем настройки смотрим ну опять мнение какой разницы увидеть здесь не удалось то есть вот эти вот дополнительные два бита разница динамическом диапазоне по моему не дают наверное их нужно искать какими-то другими тестами может быть снимать какие-то резкие градиентные перехода может быть не только цвета теневые а цветные переходы но здесь все выглядит очень похоже посмотрим на 14 бит на пересвеченные картинки так справа 16 бит слева 14 делаем экспо коррекцию в минус берем пересвеченную часть ну и и вообще-то 14 бит выглядит даже лучше чем дело почему так да друзья все нормально здесь просто у нас выдержка короче здесь почти что на ступень меньше экспозиция ну вот мы и увидели что 4 ступени камеры вытянуть не может три ступени пересвета fuji вытягивает и разницу между 16 14 битами в динамическом диапазоне не видно по динамическому диапазону на мой взгляд у gfx-100s явное преимущество перед полным кадром но по крайней пире по крайней мере перед никоном затем а вообще-то nikon full-frame и делает одни из самых классных матриц именно по динамическому диапазону а nikon затем это самое новое одна из самых новых камер nikon и я думаю что у всех остальных полнокадровых камер по этой причине камера fuji тоже выигрывает если мы говорим про переэкспонированные кадры то снимая на fuji вы получите вы получите большее пространство для маневра вы сможете в raw convict конвертере потянуть экспозицию в минус и у вас появится информация там где в полном кадре будут просто белые пересвеченные пятна если же мы говорим про недоэкспонированное изображение то вы сможете вытянуть больше информации из теней и у вас не будет таких шумов как на полнокадровых камерах сейчас тест на боке на характер размытия объектива в зоне нерезкости боке тестировать сложнее всего тут цифрами ничего не померишь поэтому я предлагаю вам просто составить свое личное субъективное мнение я вам покажу картинку с нескольких объективов это будут объективы 85 миллиметров с очень большой светосилой 85 миллиметров примерно такой же угол обзора как и у этого объектива fuji 110 миллиметров f2 в общем сейчас вы все увидите сами одна из причин по которой люди покупают среднеформатную технику это особое ощущение объема ведь большая матрица она косвенно влияет на глубину резкости ну когда мы снимаем на камеру с такой матрицы мы можем либо подойти поближе либо использовать объектив с большим фокусным расстоянием и тем самым получить меньшую глубину резкости и большее ощущение объема фотографии все это так но есть одно но светосила объектива в данном случае на 110 f2 она как бы не очень большая скажем прямо и 110 миллиметров с учетом crop factor дает такой же угол обзора как объектив 85 миллиметров так вот если мы поставим 85 миллиметров 1.4 на полный кадр мы получим точно такую же глубину резкости как 110 f2 на среднем формате то есть по факту никакого преимущества в плане глубины резкости с этой камерой и этим объективом мы не получаем и так обстоят дела почти со всеми другими объективами есть зум 30 60 f4 есть ширики тоже там небольшая светосила есть 81 из 7 вот это уже интересно поэтому в данном тесте я предлагаю вам оценить не глубину резкости и не силу размытия заднего фона а характер потому что вторая причина по которой люди тоже обращают внимание средний формат это пластичность пластика рисунка особая короче говоря особая оптика но вы же понимаете средний формат он не такой как полный кадр да это нечто магическое и вот о таких вещах которые нельзя померить в миллиметрах или там ступенях говорить очень сложно поэтому вместо того чтобы про них рассказывать я вам покажу вот такую композицию мы собрали чтобы оценить характер рисунка объектива в зоне нерезкости ту самую бакешечку ну и мы попробуем сделать это с нашим фуджиком и объективом 110 светосила 2 а еще специально для сравнения я принес свою винтажную восьмидесяти пятку давайте посмотрим что получится с ней опаньки а как его прикрутить штативная пятка упирается в фирменный переходник nikon ftz и накручивается не полностью здесь у нас nikon z7 переходник ftz и старый винтажный объектив 85 1.8 тоже ставим f2 на 200 автофокуса здесь никакого конечно нет зато есть фокус пикинг наводимся на нашу розочку так снимаем вуаля тестовые кадры на которых мы снимали бакешечку у нас есть три кадра желтенький это fuji и объектив 110 миллиметров f2 красненький у нас nikon z7 и допотопный объектив 85 1.8 nikor с буковкой d короче он отверточный если вы понимаете о чем и еще я нашел canon 85 1.4 под bayonet ef и снято это на canon r давайте посмотрим три эти кадра вместе кстати обратите внимание интересная вещь я везде выровнял баланс белого здесь здесь и здесь и вот никон с каноном выглядят более или менее одинаково вот fuji дает какой-то такой желтоватый что ли оттенок кстати если уж мы затронули цвет то в capture ваня есть вот эти вот пресеты для симуляции пленок какие вы можете найти в своем фотоаппарате приятная такая мелочь кстати насколько я знаю в лайтруме они тоже присутствуют так ну вот баки вещь который очень сложно измерить в циферках поэтому просто посмотрите на это так сделаем примерно один и тот же фрагмент изображения что мы видим ну повторюсь зеленый это canon красный nikon желтые это фуджи фуджи пожалуй и у канона довольно приятная геометрия то есть кружки такие гладкие ровные вот у никона заметно ну такая огранка что некоторые они тоже круглые не сказать что это гайки но видны вот здесь вот такие вот грани и у никона есть свечение по каемке этого кружочка и к тому же еще оно какое-то цветастая синяя какое-то да и вот каемка более яркая цен чем центр кружка а вот фуджи и канон у них такого нету свечения нет но странно что и у канона и у fuji присутствуют какие-то цветные артефакты внутри этих кружков ведь что они какие-то ну я не понимаю желтоватые такие блики здесь и здесь тоже есть что почему банка такие есть кружочки это же штучка не знаю какое из этих баке считать талонным разницу вы увидите сами и вот эту банку я поближе покажу к надеюсь вообще какие-то радужные переливы уникона такой светящийся яркий контрастный край с цветовыми какими-то артефактами пожалуй фуджи самое такое спокойное ровное каноничное что любаки но выглядит все это довольно приятно да небольшое замечание про резкость видно конечно у фуджи бешеную детализацию просто старый некор но не скажу что мы лет я скажу дает приятный софт эффект ну и к нам тоже очень резки на полностью открытые дырки сейчас самое интересное мы возьмем камеру и поснимаем на улице так как это делают настоящие фотографы но и я стараюсь даже на улице использовать собой дополнительный свет это называется стробизм как вы знаете поэтому мы поснимаем на улице со вспышкой ну и поснимаем то для чего на мой взгляд эта камера создана это fashion так мы вышли на улицу чтобы протестировать камеру в действии и прежде чем мы начнем я хочу сказать немного про личные впечатления они у меня положительные у меня было два дня чтобы поснимать ей и в целом мне понравилось я не знаю может быть это во многом самовнушение но ощущения какие-то не такие ну просто посмотрите на это да вот вот просто смотришь и сразу понятно что это камера то есть берешь этот аппарат в руки и чувствуешь себя фотографом ей богу ну а теперь небольшая ложка дегтя особенно для тех кто увлекается стробизмом так же как и я мы сегодня будем снимать на улице с импульсом светом нам сегодня в этом поможет ксения зенская это кстати дизайнер бренда одежды зенка только посмотрите на это это потрясающе и мы сегодня снимаем со вспышкой нам поможет илья поддержат вспышку чтобы она не упала но илью вы наверное уже знаете он иногда ассистирует на моих съемках если не особо ответственная тема вот ну так вот и ложка дегтя заключается в том что выдержка синхронизации у этой камеры 1 125 секунды если речь идет о студийной фотографии то это не имеет большого значения потому что студии время экспозиции определяется длительностью импульса а вот здесь постоянный свет играет роль и для того чтобы вспышку было видно на фотографии она должна перебить постоянный свет а как этого достичь во первых нужно чтобы либо вспышка была помощнее либо чтобы постоянного света было поменьше а как сделать постоянного света поменьше ну отрезать его с помощью выдержки но мы не можем использовать выдержку короче чем 1 125 до и остается только второй путь это вот мощная вспышка когда вы снимаете на эту камеру вам потребуется вдвое более мощная вспышка чем когда вы снимаете на камеру с обычной выдержкой синхронизации 1 250 ну на это способны большинство современных полнокадровых беззеркалок что еще эта камера поддерживает быструю синхронизацию то есть мы можем поставить выдержку и покороче там 1 500 и это позволит снимать нам на открытой диафрагме но к сожалению никак не поможет решить проблему с мощностью вспышки потому что энергии импульса делятся когда мы используем быструю синхронизацию короткую выдержку короче говоря вспышка по-прежнему нам нужна мощная у нас тут бодокс а до 200 это 200 джоулей в общем этого достаточно чтобы снимать в теньке но вот если мы выйдем на солнышко это уже к сожалению не хватит и у меня тут синхронизатор годокс с буковкой n это значит что он для фотоаппаратов nikon ну снимать он будет просто быструю синхронизацию не поддерживает но это не беда потому что у меня с собой а вот серый фильтр переменной плотности и это тоже решение мы его накрутим и поснимаем на открытой дырке благодаря ему ну что давайте попробуем сегодня мы потестим не только работу с импульсным светом но и работу распознавания лиц ну и вообще следующего фокуса просто хочу чтобы посмотрели на это ксения смотри пожалуйста на меня не сейчас не двигайся да ну вот так вот видите ли вот тут вообще то есть форсированный режим давайте сделаем приоритет частоты кадров но вот такая вот петрушка вот ну ладно мы еще фокус потестируем в динамике попробуем включить серийную съемку попросим ксению подвигаться а пока что я еще расскажу вам про вспышку импульсный свет и все такое вот смотрите сейчас мы зафиксировали iso поставили 100 и поставили выдержку синхронизацию 1 125 дальше у нас остается один инструмент для контроля экспозиции это диафрагма и я хочу подобрать такое значение диафрагмы чтобы общая экспозиция кадра у меня упала примерно на одну может быть полторы ступени вот так вот теперь фон у меня погрузился в такой полумрак ну вот модель модель мы теперь подсветим вспышкой видите сейчас получается диафрагма 32 моя вспышка с вот с белым зонтиком на полной мощности способна пробить диафрагму 8 есть пока что мы укладываемся и все нормально прямого солнца нет ну и наша задача теперь подобрать такую мощность импульса чтобы модель оказалась нормально про экспонирована ну и у нас есть только один способ это сделать это метод тыка то есть нам нужно сделать несколько тестовых кадров пока мы не угадаем на какой мощности лучше всего одна вторая уже другое дело то есть мы подобрали мощность и вот это придется делать нам каждый раз если мы работаем со вспышкой но есть конечно еще один вариант это флэшметр но у нас его тут нету карточка у меня медленная записывается фотография где-то секунды 4 поэтому очень быстро снимать мы не сможем и да это конечно проблема то что контролировать съемку довольно тяжело и непривычно но это конечно не проблема fuji это просто нужна карточка быстро чем обычно быстрая карточка нужно когда вы снимаете видео если речь идет о fuji то вам просто для фотосъемки обычная карточка sds 10 класса скорости уже не подойдет начал будете мучиться так же как я да можешь присесть так мы видим что ксения у нас отходит от вспышки забирается повыше поэтому я добавляю еще чуть-чуть мощности так смотрим что получается в экспозицию мы попадаем ксения и смотри вот ты смотришь на меня а поворачиваешься чуть чуть больше в сторону вспышки классное отражение в этой стеклянной стене сейчас хочется необычный ракурс здесь кстати вот этот дисплей я прям оценил очень очень классная вещь особенно мне нравится что он двигается не только по горизонтали но и по вертикально наклоняется так смотрим что у нас получается по экспозиции и fashion значит я делаю то же самое что и до этого то есть я подбираю такую диафрагму чтобы у меня задний фон и мост погрузился в полумрак вот видите да это получается диафрагма 71 так внимание алюха и кстати смотрите лица модели почти не видно но автофокус все-таки его отлавливает об и смотрим что получилось сейчас у меня вспышка стоит на полной мощности то есть вот больше уже пыхнуть не получится и как вы видите ну да недостаточно света то есть сожалению даже на полной мощности с этим зонтиком моя до 200 не вытягивает а это еще раз обратите внимание это довольно пасмурная погода поэтому что мы делаем снимаем зонтик который жирает две ступени без зонтика мы сможем закрыть диафрагму еще сильнее ухты на тип откуда это такой блик на тебе по оказался да ну как черту зонтик подожди отойди в сторону вот у нас свет есть в общем смотрите на самом деле у нас есть офигительный рефлекс вот окошко которая нам просто бликует от бизнес-центра поэтому нафиг нам этот зонтик мы сейчас поснимаем с естественным светом даже еще и лучше получится а а а Продолжение следует... Сейчас попробуем, потестируем распознавание лица и следящий фокус. И для того, чтобы камера снимала побыстрее, я все-таки выключу RAW, потому что это просто невозможно. Я поставлю JPEG самого лучшего качества, включу AF-C, следящий фокус, и переведу камеру в режим быстрой серийной съемки. Посмотрим. Ну, в общем, друзья, вы видите, да? Стоп, 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 стоп. Что я могу сказать? В общем, камера... Классная камера для неспешной и неторопливой съемки. Мы планировали снять два или три прохода один шагом, а другой бегом. Но бегом можно не пробовать. Ну, потому что... Здесь стоит классный фазовый фокус. 470... Сколько это точек автофокуса? И лицо он вроде бы видит и цепляет. Но дело в том, что автофокус — это не только распознавание, это не только алгоритмы, это еще и физическое перемещение линз. Объектив здоровенный, линзы тяжелые. Ну и, в общем, когда объект двигается, то камера... Дадим ей еще один шанс. Ксения, давай еще разок. Последний раз. Да, то же самое. Да, медленно. Давай не торопись. Ну вот, прям модель двигается медленно. Прям она не торопится. Вот лицо камера выделяет. Так, внимание. Раз, два, три. Давай. Вроде бы даже ведет и следит, но вот перемещаться не успевает. Нет. Огромные ровные пространства. Мне кажется, они классно сочетаются с принтом на одежде. Вот, отлично. Просто, просто прекрасно. Думаю, мы протестировали камеру в боевых условиях. Вы, наверное, тоже делали какие-то выводы. А, я хочу поблагодарить нашу прекрасную модель. Тебе спасибо. Так, ну, выводы мы сделаем, наверное, в студии. Похоже. Я еще не видел результаты наших студийных тестов. Все. Ну что ж, вот такой тест у нас получился. И я хочу сказать, что разные производители используют разную стратегию. Кто-то хочет сделать универсальную камеру, как швейцарский нож, которая подойдет для всех задач. Такой мультифункциональный комбайн. Другие производители делают более узкоспециализированную технику, которая подойдет не всем, но со своей задачей справляется идеально. И я думаю, что Fuji GFX 100S это как раз такая камера. Постановочная фотография, предметка, может быть, архитектурная съемка, пейзажи. Вот любителям стрита, спорта и каких-то динамичных жанров я бы не стал ее рекомендовать. Ну, прямо скажем, она не супербыстрая. Фокусировка не та, которая требуется для спорта. Скорострельность. Размер камеры, ну и файлы по 200 мегабайт тоже вас не обравдывают. Я сам занимаюсь постановочной фотографией, и поэтому мне камера очень понравилась. И своим динамическим диапазоном, и картинкой, разрешением сенсора, конечно, тоже. Но кроме этого, кроме того, что вы видели сами сегодня в тестах, хочу сказать немного про субъективные впечатления. Мне показалось, что когда смотришь на кадры с этой камеры, возникает ощущение, что вот с полного кадра так же не получится. Что есть в них что-то другое. Как будто они более объемные или масштабные. Как будто есть в них что-то. Кадры выглядят более дорогими. Я не знаю. И здесь мы вступаем на такую зыбкую почву. Знаете, как у аудиофилов. Низы стали более упругими. Из высоких частот ушел песок. А это плодородная почва для холиваров. Хотя мы-то против холиваров вообще-то ничего не имеем. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И добро пожаловать в комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!